Александр Сергеевич, знаете, я когда углубилась во всю эту историю, прочитала синопсис, увидела, что этот проект примерно собирается вылиться, у меня возник вопрос. Как происходит этот момент, когда артист вашего уровня, вашего опыта, профессиональный, как он принимает решение о том, какому молодому режиссеру, который только-только начинает свой путь профессиональный, и какому режиссеру отдаться в ином или ином проекте? Почему вы согласились участвовать, и что вас вообще сподвигло на это? А вдруг? Это, конечно, прекрасно, если вместо звонка Женина вдруг раздался звонок Никиты Сергеевича Михалкова. Я бы, наверное, сказал бы, Женечка, извини, я снимусь, а потом мы с тобой поговорим, я прочитаю историю, она мне понравилась. А вдруг? Вот сейчас мы сидим во дворике, а через какое-то время я побегу на репетицию, а вдруг поручится антрепризма спектакля. Я актер действующий, что такое действующий? Я поработаю, я много чего делаю, помимо того, что полагается делать в стенах родного театра, театром из Совета, где я работаю уже довольно давно, но я много чего умею делать. Я иногда ставил даже какие-то цирковые номера, я занимаюсь исключением, я дублирую фильмы, я преподавал во ВГИКе, и иначе я не представляю, как жизнь актерская, какая она должна быть. И только сидеть и ждать какого-то восхитительного... Того самого, да? Того самого предложения, того самого режиссера. И то не факт, что получится при этом. Не факт, абсолютно. И может всё это рассосаться по разным другим причинам, даже не только творческим. Просто есть ощущение, что начало любого киношного проекта, ну киношного тоже, вообще, наверное, любого проекта, более-менее связанного с творчеством, это такой прыжок в пропасть. Ну правда, никогда не понятно, что получится. Ну не в пропасть, но на тарзанке, со страховкой, потому что с смертями никогда не случилось, что плохая пьеса, и тебя на площади отрубили голову. Ну не получилось, ну рассосался спектакль, ну неудача, ну не пошло. Бог, как говорят. Ну да. Ну не пошло. Поэтому момент такого вдруг, он всегда присутствует. А здесь, ну в общем, вдруг, довольно занятная история. Когда я услышал партнёра, у меня даже возникло, а кто, если не они? Сейчас я пока не говорю, что он и кто она. Но, а кто, действительно, думаю, как здорово подобрана режиссёром эта троица. Я не про себя говорю. Нет, я понимаю, о чём вы говорите. То есть вы в такой команде ощутили бы себя, как мне... Ну мне кажется, что довольно комфортная среда была бы для вас. Комфортная. Комфортная. У меня ещё возникло ощущение, что в этой истории присутствует момент камерности такой, почти театральной. Да. Правда? Да. Какая некая договорённость. Мы сидим сейчас в этой удивительной атмосфере. О, и какие дети бегают, сидят на игралках на своих. И вот если посмотришь, вот мне даже занят. Вот няня катает ребёнка, чернокожая няня. И уже возникает что-то за семья, что-то за дети. Тут некий такой флёр. Хочется, может быть, дождаться, пока из окошка ей прокричат. Там Джей, веди день. А, вот этот счастливый обладатель этой няни чернокожей. Какая-то зависть есть, да? Даже не зависть, но вот жизнь, что-то непонятно, что-то и пускай непонятно. А когда всё вот как на транспаранте, это скучно. Мне такие фильмы, мне такие книжки неинтересны. Хочется послевкусия. Ещё хочется, мне кажется, человеческой истории простой, если честно. То есть это, наверное, даже банально звучит, но мне кажется, что современное кино, в частности российское, да, оно как-то перестало ставить перед собой задачу рассказать простую человеческую историю. И ещё я недавно слушал выступление по телевизору Андрея Сергеевича Кончаловского. И он говорит, не стало кино для взрослых. Я говорю, как для взрослых? Ну, для взрослых. Потому что вот эта развлекалка, я по себе даже ловлю хорошие порой развлекательные передачи. Но хочется что-то не поржать, а всплакнуть или хотя бы задуматься. Вот такое кино, как снимались раньше на киностудии «Ленфильм». На «Ленфильме» были семейные истории. Дневной поезд, как у вас прекрасный, Лика Терехова и с гафтом, или монолог, опять-таки с Литы Тереховой и с Глубскими, с Марией Ниёловой. Вот такое кино для взрослого. Может быть, для взрослого вот здесь взрослого. Бывает и молодой человек взрослый по уму. А не поржать. Поржать надоело. Вот надоело. Вот эта физиология, когда... А здесь вот в коротком метре, вот эта такая история. Мы говорим, в общем-то, об одном и том, что это хочется. И этого мало, потому что это сложно. Надо пройти, короче говоря, школу этого доброго кино. Её надо пройти. Так же, как ребёнку не сразу дают есть настоящую еду, а надо вначале пройти через капельку сока, а потом две капельки сока. Не сразу даётся ребёнку жрачка человеческой еды. Извиняюсь, вы вот словосочетание произнесли «доброе кино». А это что такое? А то вы не знаете. Что вы имеете в виду? Чтобы... Чтобы был про меня. Вот не фантазии про человека-паука, а может быть про мою школу, про то, как какой-то мой приятель в школе поступил неправильно, а это не оценили. И учительница, может быть, неправильно поступила, чтобы я переживал. Я своим умишкам маленького пятиклассника волновался, переживался, переживал. Вам, наверное, трудно выбирать работы, в которых вы будете участвовать, потому что много предлагается ерунды и того, примерно, что вы описали. Мне очень просто... У меня сложно ходить налево, поражение такое... То есть мы из театра, да? Из театра. Я в театре довольно крепко занят, и этим всё и определяется. И если уж подучается, то так одной ногой в какой-то сериал входишь, но, как правило, вот эти вот одной ногой, эти рульки не такие плохие, потому что они сюжетообразующие. Например, в любом длинном сериале, где каждый раз постоянные персонажи, это сложно играть, и они уже доедают вот эти постоянные. А бывает сюжетообразующий персонаж. И он ненадолго, да? Он ненадолго, и сюжет всегда более-менее вокруг этого персонажа завязан. И вот у меня таких было много. Появлений, мы в интернах, и в девчонках, и я уж боюсь сказать, наверное, во всех сериалах я появлялся, но постоянно я, наверное, и не хотел что-то не мозолить глаза, и у меня не получается это. Ну, в силу обстоятельств, связанных с работой. У вас нету этого ощущения? Бывает же часто, все равно вы к разным приколениям принадлежите. Вы как актер, Женя как режиссер, у вас нету вот ощущения какого-то риска, может быть, перед этим вот скачком? Абсолютно. Опять я к театру своему апеллирую. Потому что в этом театре нет дистанции. Я не помню, какого возраста был Росслав Янович Плеан. Когда, звучит смешно, но когда мы там разговаривали, разговаривали, и мы просто говорили, сидели вот так. И ощущение, что, ну, чуть взрослее меня, чуть, может быть, более, ему тяжелее вставать со скамейки, чем мне, но у него возраст человек. Нет этого. В некоторых театрах бывает, что нет, ты молодой актер, как, бывает, артист передней линии, что кто-то ближе к зрительному залу играет, а кто-то там. Или, подожди, пока я не договорю, не наступай на реплику. Когда я услышал такое, один актер мне сказал, как не наступать на реплику? Ну, в жизни мы разговариваем же, мы можем умыстрить этот процесс. Такая полифония бывает, что нет, договорил свои эти красивые, поставленные языком фразы, потом не скажу. А теперь начинаем. Это такая черня. Другое слово я не могу сказать. Это непонятно, что за школа. Все учимся, вроде бы, один и тот же метод Станиславского, но все это буквари, а потом вдруг претерпевает такое уродство. Так вот, в театре такого у нас не было, нет и не может быть. Вы знаете, я не уверена, что это суперэтичное упряжение, которое сейчас присутствует, это спрашивать, но, тем не менее, может быть, есть что-то такое, от чего вы хотели бы предостеречь молодого режиссера, который сейчас начинает свой путь в кино, куда бы вы хотели, чтобы не свернул он на этом сложном пути? Ну, я думаю, что в этой ситуации, как ни странно, вот довериться больше, довериться актерам и больше внимания, вот я сейчас в окружении этой техники сижу, потому что эта техника она так иногда бывает, может помочь, а иногда может угробить. Вот сделать очень прямую, простое кино. Проще. Проще, потому что история тоже простая. Ну да, кстати, от нее есть ощущение того, что она так, пульс и проносится, как один какой-то летний вечер. Ну, как и жизнь. Эта часть как будто бальмонаха, что таких историй может быть, не знаю, 15-20 спокойных, может быть, текл рассказов. назвать дворик дома номер 15, где мы сидим. Да. И вот несколько историй. История эта, а вначале мы присутствуем, вот гуляют эти люди, вот тетка мусор выкинула, а потом выйдут бальмонахи номер 8 про нее. Да. А то есть это не мусор, а письма, которые она берегла всю жизнь. Или наоборот, выбросила таблетки, потому что она решила похудать, а потом, а пошло оно все. И прекрасная, очаровательная полнушка, которую только за это и полюбил, женился с квартирой номер 10. Или дети вот эти, которые играют, как они слушали-слушали, он пошел в стол, в авгит, на режиссера и угробил себе жизнь. Тоже история. И потом все снял, все снял, все это. О, как интересно. Да, да. Закинули на будущее. Пойду репетировать халтуру. Ой, да ладно. Все прекрасно. Да? Да, я вас слушаю. Мне кажется, вы большой молодец. Я уверена, что вы на хорошие вещи понимаетесь. У нас же у вас чуйка работает. Ладно, отпускаете меня. Все.